Сладкие мои, я жива. Позвонила Наташе, с ней тоже все хорошо, только немножко головушка болит. Я проснулась, аж это... У нас сейчас 12. 12 проснулась, вообще поздно. Нет. Я сейчас разогреваю картошку, пюрешку с котлетками. Будем обедать. Ой, у нас сегодня идет снег, конечно, не видно, но видно, что он очень много выпал. При том, что у нас как-то чередуются. Один день снег есть, на второй вообще его нет, и он тает. На третий опять его нет, и на четвертый он опять есть. То есть вот вчера не было такого количества снега. Витя пошел там в машину искать зарядку от телефона. Все, мы уже оделись, и сейчас выезжаем к маме. Так, все, мы уже в машинке. На улице, капец, минус три. Я сейчас достаю бальзамчик. Прогреваем машину и выезжаем. Витя поехал мыть рабочую машину. Ну и по делам. Так что мы раздельник. Ой, моя любимая, мы уже дома. Мы с мамой ездили к Наташе в гости. Наши родители общались, и мы. Вот, и сейчас уже, блин, пять часов вечера. Я сейчас буду готовить супчик. И Витя уже поменял сегодня, кстати, этот подогрев. Провод на улицу, так что все. С завтрашнего дня можно уже машину на подогрев ставить. Так, я у порога тут убрала всю обувь в шкаф. Это у меня на выброс бумага всякая там. И Дамиру оставила двое обуви. Валенки. Мама мне дала это на шерстяной носочек. Валеночки. Такие и такие. С прошлого года. Ему, в принципе, эти как раз. Но я думаю, посмотрим. Пока двое оставила. Себе зимнюю обувь только куплю. Сейчас здесь мне надо вон пропылесосить, что-то помыть полы. Это у нас Дамир рисовал. Это у нас, когда мы еще здесь жили с мамой, кот все подрал. Так что тут это еще старенькое все такое. Также что у нас надо вот здесь вот. Шуба моя, наконец-то. Скоро буду носить шубку. Вот, и, наверное, у нас сегодня такой холод. Написано то, что там метель или что. Занос. Метель, занос, что-то написано в погоде. И по ощущениям уже минут 10. Так что нужно уже утепляться. Сейчас вот у Вити весенне-осеннюю куртку убираю. И достаю зимнюю у Дамира, кстати, варежки. Сейчас буду резинку к ним пришивать. Такие вот варежки тоже мама Дамиру покупала. Они прям натуральные такие, из шерсти. Вот, так что их сейчас буду резинку приветовать. И здесь все освободила. Еще думаю вот насчет этого всего. Тоже кроссовочки, туфельки. Что только нет. Ну, надо как-то вот потихоньку прибираться. Я уже приготовила все, что мне понадобится. Буду сначала пылесосить. Уберу весь песочек. Потом помою полы. Дальше буду протирать каждую полку. Перебирать обувь. Что куда убирать. Красоту на виду. Также надо перебрать, да, вот эти всякие сумки летние. Потому что они мне уже не понадобятся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше буду протирать каждую полку. Так, дело вам по позади. Сейчас я буду убирать все вот эти сумочки. Мои мини дамские, летние. Все их я сейчас уберу в шкаф На верхнюю полку У меня там еще много видов сумок Я их этим летом почему-то не носила Вот Много слишком пакетов с этими Пледы на пляж Все такое Все надо убирать Зонтик Надо освобождать место Чтобы вешать теплые куртки Надо сейчас перебирать Тут у меня еще пакет Тетя передавала С теплыми кофтами Дамира Тут конечно на вырост Вот такая кофточка Дамиру И вот такая Но это она поближе возраст Так что две вязаные кофточки Нам на севере пригодятся Ну конечно когда у нас ветра на улице Невозможно дома Очень холодно По крыше ходит этот ветер У нас еще в туалете так сказать Дырка на крышу Я не знаю как она Вентиляция называется И в туалет Вообще у нас зимой Невозможно зайти У нас в туалете Очень холодно Из-за этой вентиляции Особенно когда ветер Это ужас Так эти кофты у меня до сих пор В пакете лежат Надо их сейчас в шкаф В пакет убирать Так что так вот постепенно Я и буду Расхламлять Вот это вот все Пространство Так Вот так вот я у порога убралась У меня пока что весенний-осенний пуховик остался Шуба Я не знаю пока когда на зимнюю куртку поменяю Я просто редко как бы куда-то хожу Это видите чаще всего по работе Поэтому я ему и дала уже зимнюю Вот сумочка Вити одна осталась Все пакеты все летнее убрала Не считая конечно мотоциклистских вот этих Шлемов Вот Решила поставить в этот раз Так вот полочку Тоже у меня там свободное местечко есть Вот Домира зимняя обувь Свободное местечко Сверху там для шапок всего У Вити двое вот этих кроссовок Спрошу в гараж наверное заберет Ну а туфли мне некуда ставить И они внизу Так что Теперь у порога порядок И не будет много Всего Обуви всякой валяться Так Сейчас надо мне Постельное белье В стирку поставить Так как уже это все Сколько Достаточно Надо поменять С мамой были кстати В магазине Постельного белья И Цены конечно Вот я вот это все Постельное белье Заказывала по Интернет магазину И там цены Намного дешевле Я то есть видела В каких она упаковках приходит Какого качества И самое смешное что в магазине Подходишь В два раза в три дороже И Ну вот Почти то же самое Вот честно И отдавать такие деньги Как-то не очень хочется Поэтому Я все это Заказываю через интернет И вот мне сейчас нужно Еще заказать Постельное белье Дамиру одно И нам одно желательно Вот Потому что Пока мы с Вити вместе Я купила Три постельных белья Но первое Одно из них Оно не очень удачное Потому что Оно не двухспальное И Простынь Не хватает на всю кровать Она вот здесь вот заканчивается Вот Не доходит до конца И это не очень удачно И нам нужно именно Двухспальное пастельное белье Еще и с европростыней Простыней Оно намного Лучше смотрится Поэтому европростынь Это вот дело Так Сейчас буду загружать Машинку Как вы помните Я сейчас стираю Еще колгон Добавляю Так что Добавляем его Обязательно И Будем включать Машинку Так И Вот сюда Все Я сейчас Пила Кефирчик У нас уже В 9 часов Я до мира Положила спать Все это время Я занималась Просто оформлением Страницы В инстаграм По Бизи-бордам Так как уже Совсем скоро Будут в наличии И я хочу Привлекать людей Видом И Вроде бы Сделала мало Ну не так уж Прям много Но это было Ужасно долго Просто ужасно долго Ой Поэтому Я У меня аж Глаза уже болят Сидит в телефоне Все вот это тыкать О Я прям вообще Вообще Устала Кому интересно Насчет Бизи-бордов У кого есть детки То напишите мне В инстаграме В директ И я Лично вам Скину Ник Страницы Моей По бизи-бордам Чтобы Кое-какие люди Которые Я не хочу Чтобы зашли На Ну в мой магазин Поэтому я не могу Просто На всеобщее обозрение Сейчас вам сказать Ник Поэтому кому нужно Лично В директ Мне в инстаграме Напишите И я вам Скину сайтик Вот Бизи-борды У меня идут От Двух тысяч До шести То есть Самый большой И дорогой Шесть тысяч Рублей Я Прям в предвкушении Потому что Мне уже Через Неделю Они придут Уже есть клиенты На эти бизи-борды И как только Их купят Я заказываю Сразу Огромную Большую Партию Так что Я Прямо Этим делом Загорелась Вот Сейчас Что Умели Такое За дела Немножко На кухонь Порядок Навести Так Совсем Немножко Убрать По местам Вот Сахар Кофе Молоко И Остаточки Совсем Чуть По сутке Помыть Так Я Убралась Умылась Уже Такие вот Делишки Думаю Скоро Ложится Спать Но Завтра У меня План окажется Сходить К дерматологу Уже Надо Идти К дерматологу Развешивать Объявления По бизи-бордам Визитки Раздавать Уже Есть Пару Точек Куда Думаю Пойти Еще Что Кажется Ничего Все 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 Дела И Буду Сидеть Дома Скучно Скучно Дома Но У меня К маме Поеду Наверное После Обеда Такие Делишки Веченье Завтра На работу Домер В садик Мои хорошие Буду С вами На сегодня Прощаться Так что Всем Пока Пока